Такого ажиотажа не ожидали даже самые бывалые киноманы. За первые дни только российского проката 2012 собрал более 15 миллионов долларов. В Киномаксе «Урал» нет свободных мест, билеты распроданы и на ближайшие сеансы. Такие обстоятельства увеличивают интерес вдвое. День независимости, послезавтра и 2012. Неимоверная любовь к сценам разрушающейся Америки – фирменный почерк Роланда Эймериха. Одни называют это режиссерским амплуа, другие – коммерчески успешным жанром. У самого режиссера на этот счет другое мнение. Моя любовь к фильмам-катастрофам началась со дня независимости, но там мы использовали инопланетное нашествие как причину глобального разрушения. С тех пор я открыл для себя этот жанр. И не потому, что все рушится, а потому, что здесь обычный человек может стать героем, и для этого ему не нужны особые таланты. В момент всеобщего бедствия он может подняться над собой и совершить подвиг. Спасая себя и свою семью, герой Джона Кьюсака спасает человечество. На пути к большому кораблю ему противостоят природные катаклизмы. Как признается сам актер, не так-то просто бежать по подиуму и представлять, что под тобой рушится планета. Да, было трудно отключиться от реальности и воображать. Это требует усилий. Но мы работали не только на пустой сцене с зеленым экраном. Иногда ставили декорации, создавали все условия, чтобы было ощущение, где ты находишься. Много работы было сделано для нас. Сами создатели считают картину далеко не приключенческой. В фильме масса социальных и политических эпизодов. Президент Америки погибает вместе с теми, кто не смог спастись. Глава российского правительства принимает сверхгуманное решение. В фильме очень много философских и политических аспектов. Как бы вы прокомментировали реплику, сказанную в адрес губернатора Калифорнии, на которую вчера на предспоказе обратили внимание. На самом деле Джон Кьюзак уже в процессе съемок придумал эту шутку про Арнольда Шварценеггера. И мне показалось чрезвычайно забавным, что герой, обычный человек, уже знает, что происходит, а вот политик, губернатор понятия не имеет, что надвигается конец света. Ни в одной из эмериховских картин планете не удалось избежать конца света. Однако финал каждый внушает надежду. И несмотря на неожиданный хэппи-энд, 2012 вызвал массу противоречивых мнений. Несколько раз поворачивалась и видела, что ты просто там держал кулачки на уровне лица. Неужели было настолько так все тревожно? Ну, кулачки были не из-за тревоги, скорее, а опять от тривиальности, от того сюжета, который избит, очень абсолютно стандартный сюжет. Единственное, что могу ответить, очень на уровне сделаны эффекты, все очень зрелищно. Было очень страшно. Я советую всем смотреть именно не дома, из-за слава скачивать, а приходить в кинотеатр, смотреть этот фильм. Нужно обязательно на большом экране. Я такие фильмы люблю смотреть, потому что, мне кажется, такие фильмы дают людям задуматься над тем, что жизнь, она так короткая, надо сделать очень много. Сейчас время не любви. Сейчас везде взаимовыгодные отношения. Есть деньги, есть любовь. Нет денег, нет любви. Но, к сожалению. И в этом фильме-то явно показано. Показаны человеческие отношения, показаны родительские отношения. Очень много раскрылось человеческих пороков. То есть, люди, которые были кем-то, ситуации стали никем. И я под впечатлением. 30 лет я занимаюсь астрологией. Все, что в мире, какие знания накоплены, собрал. И она точно говорит, что такого не будет. Единственная позитивная нота в этом все, что что-то новое однозначно будет. Роланд Эмерих признался русским журналистам. В судный день он не верит. Кстати, это первый визит режиссера в Россию. Вдохновившись златоглавой, Эмерих планирует вернуться. Но уже с новым сценарием катастрофы на улицах Москвы. Роланд Эмерих